уважаемые друзья добрый день приветствую вас на канале другой фермер леди саша в сегодняшнем ролике речь пойдет о том как мы самостоятельно придумали можно сказать своими руками своими мозгами клетки в которых сегодня содержатся наши птички почему мы взяли клеточное содержание потому что помещение которое у нас было перед этим большее количество птиц и мы можем поместить содержание поэтому сегодня я хочу вкратце вам рассказать о брудерах о которых речи пойдет все просто кормушки рожки птички система поения вкратце рассказать о том как сам брудер сам брудер он двухметровой высоты и за него рассчитан на сто двадцать восемь птичек чтобы им было комфортно и удобно само основание оно идет у нас из трубы два на два профтруба также мы все эти перегородки они устроены у нас из арматуры восьмерки также сюда идет сетка которая содержит непосредственно чтобы они не выпрыгивали ну и сетка сама напольная она меньше у нее зерно но сама она прочнее чтобы она выдержала крупную птицу здесь мы птицу содержим с 15 дня до 15 дня они находятся у нас в яслях где маленького птица мы подготавливаем того чтобы перевозить больше большое помещение поэтому друзья все очень просто кормушки они труба у нас 110 водопроводная мы же сами придумали единственное что мы только не придумали здесь это непосредственно система поения потому что она у нас вот такая вот если вы увидите мы можно провести камеру показать да непосредственно откуда у нас все приходит все это раздается и таким макаром это все происходит вот поэтому друзья если вас интересует как это что это какое количество нужно материала для того чтобы это все придумать вы пишите пишите в своих комментариях задавайте вопросы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и т.д. и т.п. в дальнейшем ролике мы хотим рассказать о той аптечке препаратов которые мы выпаиваем на сегодняшний день сегодня 13 число у нас по-моему 34 день птичка в норме средний вес у нее где-то 1,8-1,9 кг вот ну как все идет хочу также напомнить что впервые мы делаем свои корма свои гранулы хотим попробовать как это все будет вот поэтому друзья задавайте свои вопросы в дальнейших роликах мы будем делать непосредственно видео уже о системе вентиляции будем говорить уже о приготовлении кормов ну и вообще какие вас темы интересуют для нас это тоже новое потому что все что мы делаем это делается у нас впервые следующая партия мы идем на расширение пока у нас была партия на 2000 курей вот следующая мы хотим уже заводить по 3000 курей ну и так дальше тому подобное развиваться хотим поэтому друзья желаем вам хорошего настроения в этом просмотре наверняка у вас возникают какие-то вопросы о том как бороться с мышами мы нашли это у нас получилось это в принципе очень легкий способ для этого поэтому чтобы узнать как с этим бороться ожидайте новых выпуска видео поэтому друзья всего вам доброго всего хорошего до новых встреч спасибо